Ну что ж, ребятки, я вас всех приветствую. Сегодня будет обзор моего автомобиля, моего первого автомобиля в жизни, который я себе приобрел. Это ВАЗ-2105. Понятное дело, что показывать и рассказывать особо нечего, как бы это Жигуль, которому там уже около 20 лет. То есть про эти машины уже все, что можно записывали, все, что можно показывали. Ну как бы это моя первая машина, я хочу вам ее показать и просто для себя на память записать это видео, чтобы я потом его пересмотрел когда-то через пару лет, возможно. Да и в принципе многие писали, запиши обзор, покажи машину. Поэтому сегодня я в принципе это и сделаю. Внимать я буду на телефон, поэтому надеюсь, что вам такой ролик понравится. Не знаю, что по звуку, потому что телефон у меня не самый хороший. Надеюсь, что именно звук будет более-менее нормальный. От вас хочу видеть поддержку, ставьте лайки. Если вам такой ролик понравится, то в будущем будут выходить ролики там, один день из жизни, там будни жигулиста. Потому что с этой машиной есть что делать, поэтому мне есть что вам показывать и будет что снимать. Поэтому все зависит только от вашей активности. Короче, ребята, давайте начнем с того, как я вообще пришел к тому, чтобы приобрести себе автомобиль. Изначально я как бы вам на стримах говорил, кто меня как бы слушал, то что я хочу себе привезти мотоцикл. То есть у меня было в панах накопить денежку и купить себе как бы мотоцикл, чтобы на нем как бы кататься там в деревне. Тоже записывать там ролики и так далее. И я как бы уже посмотрел мотоцикл, уже пару вариантов выбрал и уже готов был ехать именно смотреть. По итогу я как бы вышел покурить, встретил своего друга, говорю то, что вот у меня как бы есть деньги. Я планирую покупать мотоцикл. Короче, мне друг говорит то, что за эти бабки можно купить машину. А я как бы машину вообще не рассматривал, то есть я даже об этом не думал. В итоге он говорит, ты лучше подумай хорошо и решай, покупать мотоцикл либо машину. По итогу я посидел, минут 10 подумал, зашел на доску объявлений, смотрю реально там можно там за 20, за 25 тысяч гривен, за 30 тысяч гривен можно купить реально там пятерку, шестерку, семерку там и так далее. Я принял решение то, что нужно покупать именно машину. В итоге я увидел вот эту пятерку, которую я себе приобрел. Это была самая первая машина, которую я увидел в объявлении. В итоге мы нанимаем машину, едем в другой город и в итоге ее покупаем. То есть мы там проехались, вроде бы там днище как-то посмотрели, ну так чисто аккуратненько как-то посмотрели, проехались, как бы музыка играет, бензин, газ, все работает. Короче, по итогу ролика я вам расскажу, как меня наебали. То есть я заплатил за машину 700 бак, то есть я дал за нее 27 тысяч гривен. Но по итогу эта машина не стоит этих денег, она стоит ну максимум может быть 500, это так с натяжечкой. Просто глаза загорелись ебать. Машина внешне прям пиздато выглядела. Ну что ж, ребятки, вот тут сам автомобиль. Я на телефон снимаю, поэтому буду стараться как бы камеру не трясти, но думаю это будет сложно. Короче, вот моя получается пятерочка, то есть 1,3 двигатель, коробка 4 ступка, газ, бензин. То есть ну такая немощенькая, конечно, то есть ну внешняя такая симпатичная. Я думаю вы со мной согласитесь, то есть как бы есть на что посмотреть, есть на что обратить внимание. Я уже немножко сюда приехал, как бы вот, немножко так залечил, как бы не особо страшно. Я думаю это можно будет выровнять, просто мне просто в лоб это делать, поэтому я так езжу уже 2 недели, короче. Ну в принципе вот, как я и сказал, мотор стоит здесь 1,3. То есть я не знаю сколько лошадей здесь, мне как бы это не особо интересно. Ну просто двигатель 1,3. То есть ну я не знаю что здесь показывать, то есть вот газ у нас стоит получается, ну просто блять, мотор древний блять, ему я не знаю сколько лет, очень много, то есть показывать реально особо нечего. Теперь давайте перейдем именно к багажнику, то есть багажник здесь открывается как бы из салона и из ключа, то есть мы зажимаем кнопочку. Открывается пацаны, иномарочка ебать, нихуя себе. Здесь получается вот бак стоит, то есть я когда я купил, я полный бак бензина заправил, но понятное дело то, что его там уже давно нету. Я как бы колесо пробил, поэтому запасочка у меня стоит уже сзади, то есть это основное колесо, которое именно в цвет. Короче надо будет колесо сделать, поставить обратно. В багажнике здесь у меня как бы да, блять, ну как в жигулях пацаны ебать. Ну я думаю вы понимаете, то есть домкрату все кстати, мне брат подогнал домкрат, спасибо ему большое. Домкрат кстати очень пиздатый, удобный, я уже его пробовал, поэтому мне очень нравится. Всякие здесь у меня ключи ебать лежат, отвертки там, плоскогубцы, баллонник там, туда-сюда. Это старые запчасти, которые были с машиной, вот это я уже купил новое. Это получается рулевое крепление, у меня ему пизда, то есть у меня руль ходит пиздец вот так вот. То есть именно вот эту хуйню надо поменять, я ее купил. Если ехать в ИСТО менять, то это будет стоить я ебу сколько, поэтому... Короче я жду пока у меня появится желание и сам это поменяю. Пока что у меня как бы желания нету. То есть здесь получается еще тяги, как я понял, меняли патрубки. Это кстати масло, я масло здесь кстати поменял. То есть я поменял здесь масляный фильтр, воздушный фильтр. Это как бы масло на доливочку, но я проверял, вроде масло не хавает. Поэтому в принципе доливать его пока что не приходится. Ну багажник как багажник, просто ну блять. Ну шигули пацаны, блять, что тут рассказывать. Ну и вот получается самая большая проблема это то, что у нее реально там гниловатый кузов. То есть ее реально по-хорошему нужно варить. То есть вы можете сами вот посмотреть то, что... Ну как бы да. То есть это у меня появилось после того, как я ее купил. То есть когда я ее покупал, такого не было. Так, ну шо, я обзорчик записал. Теперь можно как бы и поиграть в свою любимую игру. А именно на Mazing Online, ребятки. Mazing Online это ируха, в которую я играю уже около 6 лет. То есть это очень крутой проект, на который вы можете там покупать машины, бизнесы там и так далее. То есть реально проект очень интересный. И для развития вам конечно же поможет мой промокодик Балканов. Который даст вам реально очень хорошие бонусы. Поэтому вводите промокодик. Я играю, если что, на желтом сервачке, на yellow. Поэтому если хотите присоединяйтесь ко мне, мой промокод работает на любом серваке. Все ссылочки есть в описании под видео. Ну что ж, ребятки, теперь давайте перейдем к салону. Здесь тоже нечего показывать. То есть обычная пятерская торпеда в не очень хорошем состоянии. Можно было бы новую торпеду купить. Они как бы продаются, в этом проблемы нет. Но я просто не вижу в этом как бы смысла. Есть вот такой вот подлокотник. Как бы у меня там всякая хуйня, короче, валяется там. Всякие провода, ключи, короче, всякая хуйня. Подлокотник, кстати, от D-Alanos, скорее всего. Ну, написано, видите. Кстати, удобненький. Такую руку так положил. Охуенно. То есть прям для руки прям вообще пиздато. Сидушки, кстати, стоят неродные. То есть сидушки стоят от какой-то иномарки. Очень, кстати, удобные сидухи. То есть это необычные как бы сидухи. Это именно сидухи от какой-то иномарки. Там даже есть провода для подогрева. Так, короче, по прорыванию получается. Вот у нас есть переключатель. То есть если мы включаем вверх, это газ. Посередине это нейтраль. И вниз это бензин. То есть очень все легко просто переключается. Как бы вон температура у нас как бы здесь показывается. Тахометр, спидометр работает. И датчик топлива, в принципе, тоже работает. Прикуриватель есть. Кстати, тоже работает. Все с ним хорошо. Музыка здесь, кстати, неплохая. То есть у меня вот, блядь, не завидно. Вот у меня один динамик получается. Там вот второй динамик. И сзади еще получается два динамика. То есть там на полке еще есть два динамика. Я вам, в принципе, покажу. Руль, кстати, вообще такой уебанский. Просто отвечаю. Вот руль прям вообще говно. Я бы его на самом деле прям поменял. Вот, получается, я сижу сзади. То есть вот как бы я могу спокойно даже ноги поставить. То есть у меня рост где-то, наверное, ну метр шестьдесят семь может у меня рост. То есть, ну расстояние реально большое. То есть здесь такие вот кармашки еще есть. Сюда можно что-то ложить. Как я и сказал, сидушки стоят от какой-то иномарки. То есть здесь даже можно подключить подогрев. Но понятное дело, что это никто делать не будет. Получаются эти подголовники. Их можно как бы, оп, видите, поднять. Можно опустить. Кофта лежит, не обращайте внимания. То есть сидухи тоже удобные. Как бы такой вот сзади салончик. То есть тоже такой ухоженный, кстати. Сзади сидеть удобно. Я как бы ездил. Вот, получается, сзади стоят колоночки. То есть, в принципе, по музыке здесь реально тоже вопросов нет. То есть музыка реально играет хорошо. Не буду как бы вам это показывать. Я думаю, понимаете то, что смысла как бы включать музыку, я думаю, нет. Ну, как бы обычный, пацаны, Жигуль. То есть, как я и сказал в начале ролика, здесь как бы нечего показывать. Короче, ребятки. Какой итог. Машина в целом как бы неплохая. То есть, ну, 700 баксов как бы она не стоит. То есть, я за нее дал 700 баксов. То есть, за эти деньги реально можно было бы купить намного лучше машину по состоянию. То есть, самая большая проблема у нее это кузов. То есть, я уже узнавал полностью переварить мне кузов вместе там с порогами там и так далее. Это обойдется мне в 10 тысяч гривен. Как бы я машину купил за 27 и вкладывать в нее еще десятку. Я как бы не знаю, пацаны. Можете написать в комментариях свое мнение. Оставлять эту машину себе надолго. Либо как бы продавать, копить деньги и покупать что-то другое. То есть, я уже этой машиной в идею, получается, около месяца я купил ее 31 марта. То есть, я эту машину приобрел 31 марта. Ну, короче, почти месяц я уже езжу на этой машине. Вы сами видели то, что там творится как бы по днищу. То есть, понятное дело то, что ноги не вываливаются. Квозных дыр именно нет. Но по-хорошему как бы надо ее варить хотя бы немножко. А лучше полностью переварить. Но как бы это стоит 10 тысяч гривен, которых у меня сейчас как бы нет. И в ближайшее время как бы не будет. Потому что мне за эту машину нужно давать деньги, понимаете. Реально, пацаны, страшно. Если здесь что-то сломается, как бы особо денег у меня нет. То есть, у меня в основном деньги есть, чтобы ее просто заправить и все. Как бы да, она ездит, моторчик работает хорошо. Коробочка работает хорошо. Салончик у нее тоже хороший такой. А как вы знаете, самое главное в машине это кузов. С одной стороны, хорошо то, что я купил не идеальную машину. То есть, потому что с ней как бы можно делать контент. Все, ребятки, на этом я буду заканчивать. Всем огромное спасибо за просмотр. Ставьте как бы лайки. Подписывайтесь на канал. Вот такой вот получился обзор как бы. Даже некий такой отзыв. То есть, я на ней езжу уже реально месяц. Пока никаких прям серьезных проблем у меня не было. То есть, по-хорошему, как бы да, ее нужно переварить. А так, в целом, все хорошо. Хорошо.